Синее небо, золотой песок, прекрасное море, а чайка ест падаль. Привет, санцеликие тираннозавры! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на серьезную зарубу по правилам ММА между дзюдоистом и бойцом муай-тай. Человек делает хорошо то, что любит, а сегодняшние бойцы точно любят ломать других людей, так как вышли в ринг с огненными, как печка у кузнеца глазами. Представитель дзюдо Давид Фернандес – серьезный спортсмен, который представлял Португалию на Олимпийских играх в Афинах, где занял четвертое место. Так что вы должны понимать, что это борец очень серьезного уровня, а не басота с подвального зала. Представитель муай-тай Энтони Торрес – малоизвестный боец с парочкой профи-боев по муай-тай. Но что этот монстр покажет по правилам ММА – посмотрим. Не зря говорится, человека проклянешь, сам в две ямы попадешь, а с борцом пойдешь бороться, убежать не сможешь точно. И я думаю, вы понимаете, что дзюдо – это борьба с акцентом на броски и подсечки в чистом виде. Поэтому Давид абсолютно не имеет понятия про удары, о чем и говорит его стойка. И вся его тактика на бой будет заключаться в сокращении дистанции переводе тайца в партер. Тут и к бабке не ходи. Все понятно, как спелая вишня. А вот что этой тактике сможет противопоставить Энтони – это уже интересно. Но пока что ничего. И это неинтересно. Мало того, что он позволил на первых же секундах перевести себя в партер, где, конечно же, проиграл позицию и ничего не смог сделать, он не смог нанести ни одного удара до этого. Солнце дает всему живому шанс насладиться жизнью, а рефери поднимает бойцов с партера и дает второй шанс тайцу показать в стойке, что он может. И все-таки пробить парочку хороших ударов. Но как засохшее дерево не хочет свести, наш боец не хочет думать, двигаться и бить встречные жесткие удары. После первого же лоу-кика Дзюдик снова переводит его в партер и начинает подминать под себя, подбирая позицию для болевого. Но, как ни странно, при этом еще и наносит удары. Человеку всюду найдется зеленый холм, где оставить свой прах, а бойцу всегда найдется болевой, который его похоронит. Фернандес провел отличный болевой на руку, и Торезу ничего не оставалось, как сдаться. Отличная и безоговорочная победа дзюдоиста, без шансов для тайца. Но, думаю, нужно повторить для котлетных бойцов. Мы оцениваем бой конкретных бойцов, а не всего вида единоборств. Поэтому не нужно, как червяк, грызущий гнилую вишню, рассказывать, что все вишни никакие. Жду вашего экспертного мнения по бою в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok